Всем привет! Сегодня у нас новая лекция. Это значит, что у нас на повестке новая, интересная, полезная тема. И сегодня наша лекция будет состоять из двух больших достаточно блоков. В первом блоке я расскажу про инструменты для работы с шейпами, что это такое, как их настраивать, какие параметры есть и возможности у шейпов. А во втором блоке я покажу уже на практике, как с помощью этих инструментов и тех, которые мы посмотрели с вами на предыдущей лекции, создать классную лого-анимацию. И, собственно говоря, лого-анимация пойдет вам в домашнее задание. Ну и плюс-бонусом я расскажу про Liquid Motion, как быстро и без особых усилий настроить такой классный эффект жидкости, пузыриков и так далее. Думаю, кто уже погуглил, кто уже хоть как-то интересовался моушн-дизайном, наверняка натыкался на такой забавный эффект. Так что работы много, давайте, собственно, начинать. Прежде всего, давайте разберемся с шейпами. Шейпы — это формы, это векторные объекты. Они могут быть как заготовлены уже заранее в программе, это те же ректанглы, те же эллипсы, звезды и так далее. Либо же могут быть произвольными. Кроме того, шейпы мы можем с вами получать, конвертируя наши текстовые слои. И еще дополнительно шейп у нас получается при конвертации векторных объектов из иллюстратора. Так что, как видите, чтобы получить шейпы и настройки, связанные с ними, у нас есть минимум четыре способа. Давайте по каждому из них пройдемся и обсудим, как с ними работать. Я создаю новую композицию, чтобы было удобно мне все это дело показывать. Говорю «Окей». И начнем мы с форм, начнем с заготовок непосредственно. И вот у нас здесь с вами выделены отдельную такую секцию инструмента для шейпов. Первый из них — это Rectangle Tool. Если мы с вами нажмем на эту микрострелочку в нижнем правом углу, у нас выпадет список, в котором есть заготовленные формы. Rectangle Tool со скрукленными краями Rectangle Tool, Ellipse Star и Polygon Tool. Так что, как видите, заготовок достаточно много. Я выбираю Rectangle и с зажатым Shift-ом рисую квадрат. Если Shift у меня отжат, ничего я нигде не нажимаю, то рисую произвольный прямоугольник. Если же я зажимаю Ctrl, то рисую из центра. И эти инструменты, эти клавиши работают для всех абсолютно форм, поэтому не буду повторяться. Каждый раз все они универсальны. Итак, вот наш квадрат. Давайте с помощью инструмента Y поместим Anchor Point посерединке. Вот наш, собственно говоря, квадратик. Давайте смотреть, какие у него есть настройки и разбираться с ними. Я разворачиваю стрелку. Вот у меня Rectangle 1, он единственный. И здесь у меня есть базовые настройки под этот Shape, высота, ширина. Я могу отжать прямоугольничек, и у меня будет уже произвольное изменение и высоты, и ширины. Давайте вернем, как было. Position и скругление. Собственно, Rounded Rectangle Tool, это тот же самый Rectangle Tool, просто у него уже есть какое-то определенное скругление этих углов. Поэтому на самом деле вот эти два инструмента, они идентичные. Просто у второго сразу же идет скругление. Давайте какое-нибудь поставим скругление. И дальше базовая идет у нас Stroke, это обводка, и Fill. Давайте посмотрим, что у нас по Stroke. Что здесь у нас стоит? Во-первых, у нас нулевая обводка. Давайте добавим ширину. Здесь есть прозрачность, непрозрачность, есть цвет обводки. Давайте какой-то зададим. Этот покажу чуть попозже. Мы можем с вами делать, добавлять эти дэши и делать такую пунктирную линию. Очень полезная штука, если вам какая-то инфографика нужна, и можете сделать какие-то линии, которые будут соединять, допустим, иконки, а не пунктирные. Вот эта функция здесь расположена. Можете добавлять или наоборот убирать. Так, это что касается у нас с вами обводки. Давайте посмотрим, что у нас в Fill. В Fill мы можем, естественно, менять цвет заливки. Можем менять прозрачность, непрозрачность. И можем менять с вами режим, скажем так, наложения в том плане, что у нас будет заливка поверх обводки или наоборот под обводка. Вот я меняю здесь Below или Above. По умолчанию стоит Below. Я его, собственно, так и оставлю. На этом, в принципе, основные настройки строка и фила заканчиваются. И у нас дальше по списку идет Transform Rectangle. У нас есть у слоя, у шейпового слоя дополнительные функции, дополнительные параметры трансформации. Они дублируют основные параметры трансформации для целого слоя. Но этими параметрами очень удобно управлять, например, если я ставлю Position, допустим, как-то так. Вот у меня движется как-то мой шейп. И я ставлю Position именно для шейпа. Вот Transform Rectangle 1. А для слоя у меня по кнопке P горячий, да, у меня нет ни одного ключа. Это очень удобно, потому что таким образом я могу перемещать слой целиком куда угодно. Да, допустим, вот здесь. И уже относительно этой точки будет происходить вся моя анимация. И при этом у меня не будут добавляться какие-то дополнительные ключи. Моя анимация не будет изменяться. И это очень удобно. Удобно анимировать параметр Position именно у шейпа, а не у всего слоя. Давайте вернемся обратно. Transform. Отключу Position. Здесь из того, что мы с вами не смотрели, что-то новенькое, у нас добавляется только один параметр. Это Skew, это Скос. Тоже полезная штука. На самом деле часто ей пользуюсь. Поэтому имейте в виду, что скос для шейпа, он у вас появляется во вкладке Transform для каждого из шейпов. Кроме того, на одном слое мы можем с вами рисовать несколько шейпов. Я могу нарисовать еще ректангл. Допустим, нарисовать еще эллипс какой-нибудь. То есть, это все в неограниченных количествах здесь происходит. И вот у меня целый слой с кучей разных шейпов и разных объектов. Главное, выделяйте слой, на котором вы хотите рисовать и, собственно говоря, рисуйте. Это, что касается основных таких настроек. Давайте пройдемся по каждой форме. Раундед, я уже сказала, он примерно такой же, как и просто Rectangle Tool. Поэтому, когда я рисую этим инструментом, я могу добавлять дополнительно сразу же закругление для углов. Вот я рисую и, не отжимая кнопку мыши верхней или нижней стрелочкой, я добавляю или наоборот убираю скругление. Стрелочка влево полностью убирает скругление, стрелка вправо полностью добавляет скругление на максимум, который вообще здесь возможен. Ну а так, все настройки здесь идентичные, поэтому не будем долго на нем останавливаться. Следующий у нас Ellipse Tool. Давайте посмотрим. То же самое с Ctrl и Shift. Рисуем из центра идеальный круг. Очень удобно, поэтому запоминайте сразу классные горячие клавиши. Давайте раскрываем Ellipse. И здесь у нас примерно похожие параметры. Можем отжать замок и у нас будет деформация отдельно по горизонтали, отдельно по вертикали. Строк и фил идентичны. Они идентичны для любых шейпов настройки. И трансформ точно такой же. Здесь, в принципе, разницы особой нет. Чуть поинтереснее у нас инструменты Polygon Tool и Start Tool. С помощью тех же самых стрелки вверх и вниз я добавляю или наоборот убираю количество углов. А с помощью стрелки влево, стрелки вправо я добавляю или убираю вот такую вот интересную трансформацию. Да, добавляю, убираю изгиб между этими самыми углами. Но если со стрелками вам не хочется заморачиваться, то все это можно настроить вручную. Давайте разворачиваем полигон Polystar Path. И вот здесь мы можем с вами выбирать режим Star или режим Polygon. Давайте остановимся на полигоне. Добавляю, убираю точки. Меняю Position Shape. Естественно, у нас здесь Rotation. И здесь, обратите внимание, у каждого шейпа Rotation и вообще Anchor Point стоит изначально по умолчанию в центре самого шейпа. То есть у каждого шейпа есть свой отдельный Anchor Point, который не зависит от того основного Anchor Point для слоя, в котором лежит этот шейп. Основной у нас обозначается вот такой большой иконкой. Крупной достаточно. А если мы выбираем с вами Shape, у нас появляется иконка поменьше. Но с помощью все того же инструмента, я имею в виду, Pen Behind, вот этот Anchor Point, мы можем с вами передвигать этот Anchor Point непосредственно с шейпа. Поэтому имейте в виду. Итак, Rotation. Все то же самое. И вот здесь то, о чем я говорила, когда показывала вам скругление вот этих отрезков. Можно с вами добавлять. Добавлять. Вот это последним параметром. А Outer Radius это непосредственно внешний вот такой у нас радиус. Скажу честно, этот эффект выглядит интересно, вроде бы здорово, но его очень сложно куда-то приспособить. Если вы просто захотите заанимировать такую, я не знаю, сложную форму, то ее очень непросто гармонизировать, чтобы она классно и гармонично смотрелась вообще в кадре. Поэтому поиграться, да, окей, можно, но практическое применение, честно сказать, вот за всю практику я ни разу не использовала вот эти изгибы и такие, скажем так, искажения, очень-очень явные искажения формы. Поэтому, да, поиграться, покрутить, конечно, окей, но в своих работах я не знаю. Если вы найдете хорошее применение в такой форме, то дайте мне знать. Stroke Fill идентична, поэтому не останавливаемся на этом всем слишком долго. У Start Tool примерно похожие параметры. Вверх-вниз стрелка добавляет, убирает у нас с вами лучи. Ну и влево-вправо у нас получается такое скругление. То есть полностью идентичная настройка. Если мы с вами развернем поле Start, то вот у нас с вами количество лучей. Position, как и в прошлый раз. Rotation. Внутренний радиус здесь появляется. И внешний радиус. То есть можете делать вот такие вот всякого рода звездочки, цветочки. И здесь у нас с вами чуть больше настроек, потому что у нас здесь более сложная форма у звезды. Появляются такие дополнительные изгибы. И можно настраивать дополнительные деформации для этих изгибов с помощью вот этих вот последних настроек. Опять же форма интересная, сложная, но можно покрутить, можно быстро создать какие-то звезды, какие-то цветочки, чтобы самому не сидеть, все это не вырисовывать. Но опять же строить на этом полностью всю композицию я бы не стала, потому что достаточно сложная форма, как я уже говорила. Это все у нас по формам. И пока мы с вами не отошли слишком далеко, я хочу еще показать режимы, скажем так, рисования. Вот наш шейповый слой. И мы можем с вами, выбирая этот шейповый слой, рисовать на нем сюрприз-сюрприз шейпы. Ну а бывает так, что мне нужно нарисовать маску на своем шейповом слое, чтобы замаскировать какой-то кусок этого слоя. А для рисования маски у нас используются все те же самые инструменты, что и для рисования шейпов. Вот эти вот формы и перо. Нам нужно с вами менять режимы рисования. Если вы посмотрите сюда, рядом с филом, у вас есть две такие иконки. Первая из них обозначает, что мы с вами рисуем шейпы, а вторая обозначает, что мы с вами будем рисовать маски. Если вы выбираете второй режим, то уже у вас не добавляется дополнительный шейп, а появляется маска. Вот таким нехитрым образом я могу замаскировать свой слой. Допустим, я хочу, чтобы у меня только эта часть была видна, только вот она. Или наоборот, я хочу, чтобы у меня было видно все, кроме этой части. Разворачиваем с вами маски свои. Вот они появились у нас в слое. И говорю inverted. Давайте, inverted. Все. У меня видно все, кроме того участка, где у меня лежит маска. Маски очень-очень полезные инструменты. Ими пользуются часто мошен-дизайнеры. Я рекомендую вам тоже, скажем так, не проходить мимо. Давайте по маскам тоже пройдемся, потому что у них есть отдельное, скажем так, отдельное место во всей этой истории. Когда мы с вами разворачиваем маску, у нас есть первое. Это режим отображения этой маски. То есть, add. Наоборот, вырезаем. Это примерно похоже на add. Здесь дальше почти никакие режимы, честно говоря, не использую. Чаще всего это либо add, либо сабстракт, либо просто inverted, чтобы вырезать все, кроме поля с маской. У нас есть с вами растушевка, если вам нужно сделать более плавные края. Можем отжать с вами, давайте, чтобы нагляднее было. Можем отжать с вами этот замочек, и тогда у нас растушевка будет только по горизонтали, либо же по вертикали, в зависимости от того, какой параметр мы с вами редактируем. Видите, да, здесь острый край, такой очень резкий, а здесь плавная растушевка идет. Следующий параметр у нас прозрачность-непрозрачность этой маски. И последний параметр у нас expansion. Давайте его увеличим. Это своего рода такой offset. Мы дублируем с вами границы этой маски и убираем, на какое расстояние у нас будет она простираться. Так что это все касательно масок. Здесь есть у нас секундомер, значит, мы можем зонировать маску, мы можем зонировать ее форму. Давайте быстро покажу. Как-нибудь так. И добиться того эффекта, который нам с вами нужен. Маски полезные, маски классные, поэтому поклацайте обязательно, попробуйте понастраивать. В общем, это то, что касается режима рисования. Можем рисовать с вами как шейпы, так и маски. И раз мы с вами здесь уже на этой панельке, давайте еще продублируем еще раз насчет фила и строка. У нас дополнительные возможности, дополнительные параметры здесь вынесены на верхнюю панельку. Если мы с вами кликнем на слово фил или на слово строк, то у нас выпадет такое небольшое меню, где мы выбираем либо без заливки, либо с однотонной заливкой, либо с градиентом линейным, либо с градиентом радиальным. Кроме того, у нас сразу же выпадает режимы наложения, прозрачность и прозрачность. И превью можем с вами это все сразу дело посмотреть. Поэтому, когда мы с вами рисуем шейп, можем тут же в этом окошке быстрого доступа все это дело редактировать. Давайте сделаем однотонную заливку. И сразу же можем докинуть, например, строк. У строка все то же самое здесь, то есть без строка, однотонный строк, с градиентом линейным, с градиентом радиальным, режимы наложения и opacity. Поэтому здесь все это идентичное. Очень удобная панель быстрого доступа, я ее пользуюсь постоянно, чтобы поднастроить строки как мне нравится. Следующий инструмент для рисования шейпов у нас это, естественно, перо. Перо позволяет рисовать произвольные шейпы. Давайте покажу. Зажимая левую кнопку мыши, я могу рисовать вот такие скругленные без ешки. А просто кликая где-то резко в области своей композиции, я могу нарисовать уже прямые линии без скругления. Но без проблем. Все после того, как вы нарисовали основной шейп, вы можете поправить. Это не смертельно. А следующим инструментом, add vertex tool, мы можем с вами добавлять точки. А этим инструментом мы можем, естественно, точки удалять. Только будьте осторожны, потому что удаляя точки, вы меняете также форму. Как видите, сейчас все пропало, все выровнялось, как... И так, как мне хотелось бы. Форма не сохраняется. Поэтому имейте в виду. И конверт vertex tool, естественно, позволяет нам с вами скруглять наши прямые отрезки. Здесь, на самом деле, работа с шейпами, с усами без е такая же, как и в иллюстраторе. Поэтому, если вы научились там настраивать форму, как вам нравится, рисовать произвольную, где-то скруглять, где-то наоборот выпрямлять, то здесь у вас проблем особых не будет. Единственное, что если вы хотите, допустим, сделать прямую, да, то вы просто кликаете в вертекс. Если хотите сделать опять усы без е, то снова кликаете в ваш выбранный вертекс, и у вас появятся такие усы. Если я буду тянуть за каждую ус отдельно этим инструментом, конверт vertex tool, то у меня получится такая разная интерполяция. И с одной стороны у меня будет там какое-то свое скругление, а с другой стороны будет свое. Кроме того, чтобы вернуться обратно, чтобы не были они как бы связаны, эти усы без е, мне нужно снова кликнуть в свой вертекс и потянуть за усы, не отжимая, естественно, к левой кнопке мыши. Есть еще один такой моментик, что инструментом selection tool мы с вами тоже можем редактировать наши вертексы. Вот я могу потащить за вертекс, я могу его куда-то переместить, я могу даже потягать за усы без е. Единственное, что я не могу, я не могу изменить интерполяцию, то есть я не могу и здесь, из прямого вертекса, да, вот такая у меня прямая линия, я не могу инструментом selection tool его выбрать и добавить ему усы. Для этого мне нужен конверт vertex tool, мне нужна эта галка. Вот, тогда добавляются усы. Selection tool просто поддерживает текущий режим и в текущем режиме редактирует вертексы. Возможно, сейчас я наговорила, есть ощущение, что много всего, отчет непонятно, что происходит. Это окей, просто здесь одна рекомендация. Сесть самостоятельно, поклацать, покликать и разобраться с тем механизмом, который автор нам предлагает для работы с вертексами. Здесь не сложно, поэтому я думаю, все будет окей. Если вы хотите выделить несколько вертексов, то опять же, убираем selection tool, это важно. Убираем selection tool и вот как мы папки в Windows выбираем рамочкой, да, так то же самое и здесь у нас происходит. Вот я выбрала два вертекса, я их тяну, как-то редактирую свой shape. В общем, основная задача это поклацать эти инструменты самостоятельно, чтобы разобраться, чтобы у вас здесь не было проблем. Если я хочу выделить все вертексы, я могу дважды кликнуть на один из них и у меня выделятся все вертексы. Я могу редактировать свой shape уже целиком и полностью. Вот такая достаточно большая получается у меня, скажем так, часть про конверт вертекс-тул, да. Но я думаю, что это будет полезно, чтобы вам было легче потом самостоятельно работать. Так, ну и следующий инструмент для рисования и получения, скажем так, shape-ов, это у нас, конечно же, type tool, да, инструмент для работы с текстом. Так что давайте с ним тоже разберемся. Я выбираю type tool, кликаю где-то в окне композиции и, допустим, напишу что-то, что-то. Вот у меня мой type tool. С инструментом текст вообще на самом деле много всего, можно разбираться. Давайте по основным моментам, которые вам точно понадобятся для старта. Если у вас вдруг нет справа окошка character или paragraph, вам нужно зайти в окно window и здесь найти paragraph и character. У меня они открыты, галки стоят. Если у вас нет, то обязательно поставьте. Вот мои инструменты. Character. И вот непосредственно параграф. Здесь на самом деле настройки идентичны, опять же, такие фотошопу или иллюстратору. Выбираем с вами шрифт, который нам нравится. Выбираем начертание. Здесь оно одно. Цвет. Давайте выберем цвет какой-то посветлее. Можно выбирать обводку. Так, обводка. И здесь у нас есть с вами... Давайте выберем свой текст для начала, а потом уже будем добавлять обводку. Вот обводка. И здесь можно выбрать толщину обводки. Как и в режимах работы с заливкой у шейпа, у нас есть с вами отображение поверх заливки или наоборот за заливкой обводки нашего текста. Это что касается настройки у нас цветов и так далее. Кроме того, мы можем с вами редактировать кегель текста. Если бы у нас с вами было несколько строчек, было несколько строчек, мы с вами могли бы редактировать и интерлинияж. Межстрочное расстояние текста, межбуквенное расстояние текста. Как-то так. Мне, кстати, вообще не нравится эта заливка. Смотрите, как-то так. Пусть будет неоновая такая история. Можем с вами редактировать, насколько будет вытянутый текст. Но я, честно говоря, не рекомендую сильно в роликах как-то деформировать текст. Потому что текст, он сразу же привлекает внимание зрителя. Он как, знаете, глаза на персонажах. Это то, что человек сразу, скажем так, вычленяет из общей картины. Поэтому текст лучше слишком сильно, дико не корежить, если у вас только не стоит какая-то художественная идея за этим всем. Растягиваем по горизонтали, естественно. Ну, здесь уже работа с символами более тонкая. Ею я не пользуюсь. Чем я пользуюсь? Это вот, например, сделать текст чуть пожирнее, сделать ему искусственный наклон. Все только прописные. Сделать чуть потоньше его, да. Или наоборот, добавить, вот скажем так. Сейчас я выберу, здесь отожму. То есть, сделать условно, там, корень квадратный или еще что-то, там, сантиметры квадратные. Вот вся эта история, это как раз-таки здесь. Давайте я тоже выберу. Ну, это такая тонкая тема, на самом деле, что я практически, опять же, не пользуюсь этими инструментами. Давайте вернем все, как было. Все отожму. Да, это удалю. Вот, и больше такие тонкие моменты, скажем так, верстки. Как правило, хватает вот этих инструментов, чтобы настроить вид текста, такой базовый, который вам нужен. Ну, естественно, в окошке параграф мы с вами редактируем выключку, да, относительно левого, правого края, по центру. Это самая базовая история, которая тут вообще может быть. Давайте сюда положим. Ну, и здесь с вами редактируем, опять же, отступы, да, межстрочные, от края. То есть здесь все, скажем так, интуитивно понятно. Не буду слишком долго на этом всем останавливаться. Но я рассказываю вам инструмент текст в контексте шейпов, да, поэтому из любого текста мы можем с вами получить шейпы для того, чтобы потом их как-то редактировать, анимировать нам было удобно. Например, правой кнопкой по слою текста выбираем Create Shapes from Text. Так, у меня версия автора 2017, если вы работаете на более поздних версиях, то, насколько я помню, там есть просто вкладочка правой кнопкой, да, и здесь будет у вас Create, а затем уже из вкладки Create у вас Create Shapes from Text. Но я думаю, сориентируетесь, не сильно сложно догадаться. Вот, так что нам нужно именно Create Shapes from Text. Выбираем. Есть. И автор нам дублирует слой, делает его шейповым, видите, да, звездочка. И, кроме того, сохраняет оригинальный слой, а просто его скрывает. Это очень полезно, если вдруг вы передумали и хотите вернуть все, как было, то почему бы нет. Давайте раскроем наш шейповый слой, раскрываем его, Contents. И видим, что каждая буква у нас лежит в отдельной вкладочке. И каждую букву я могу отдельно редактировать, например, параметр Path. Вот, у меня уже какая-то анимация. И так могу работать с каждой буквой. Это очень удобно, если вы хотите, допустим, опять же, редактировать тот же самый паз или накидывать какие-то шейповые эффектики из вкладки Add, которую мы тоже сейчас посмотрим. Поэтому не забывайте про такую классную штуку, как Create Shapes from Text. Так, ну и мы с вами посмотрели три из четырех способов, скажем так, получения шейпов. Давайте посмотрим и последний. Последний у нас с вами конвертация из аишных файлов в шейпы. Для этого мне нужно подготовить свой документ. Вот, я предварительно скачала логотип векторный, мини-со. Сегодня покажу, как я его буду анимировать. Давайте сохраним его куда-нибудь. Сохранить и окей. Окей. Итак, мне нужно сюда в автор импортнуть свой логотип. Вот же он. И я выбираю здесь сейчас футоч. Так как у меня нету разведения по слоям, я выбираю, естественно, футоч. Говорю, импорт. Говорю, окей. Раскрываю. И вот у меня мой логотипчик. Давайте переместим его в композицию какую-нибудь. Есть. Вот у меня один единственный аишный слой. И сейчас я из него буду делать шейпы. Правой кнопкой Create Shapes from Vector Layer. Говорю, окей. И здесь происходит все то же самое, как и с текстом. У нас дублируется слой, только теперь он шейповый. А оригинальный аишный файл у нас с вами скрывается. И здесь все то же самое. Каждый объектик у нас отдельная группа. Это отдельный шейповый элемент у нас получается. Что можно сказать? Я, честно говоря, люблю работать отдельно с каждым слоем. Отдельно, вот у меня отдельно, чтобы была буква М, отдельно смайлик, отдельно пакет. Все было на разных слоях. Тогда мне больше возможностей дается для, скажем так, редактирования этих слоев. Я не люблю вот такую гору слоев в одном, гору под слоев, скажем так, в одном слое. Это неудобно. Плюс еще и все они названы группа 1, группа 2 и так далее. Поэтому в иллюстраторе я это все дело бью по слоям. Как я уже показывала, главное разгруппировать. Разгруппировали. Вот выбираю здесь жмакаю на бутерброд, релист лейерс, окей. И у нас, получается, появляются слои в нашем главном слое. Да, тавтологии супер много, но зато, я надеюсь, основная идея понятна. Нам нужно, естественно, вытащить за пределы нашего материнского слоя. И материнский удаляем. Там больше ничего нет. И вот у нас все с вами на отдельных, скажем так, слоях. Все это дело обязательно я переименовываю, потому что это будет неудобно. Лейер 1, лейер 2 и так далее. Это ужасно. Поэтому давайте все это дело обзовем как-нибудь. И так далее. все есть давайте сохраним сохраним заменим все дело убираю она мне не нужно и импортирую заново и теперь нам нужно конечно же выбрать composition retain layer sizes но прежде чем я выберу этот режим я хочу показать вам разницу между двумя режимами с composition если выбираю composition просто импорт посмотрите что получается у меня каждый слой вот эта маленькая точечка посмотрите какая она огромная рамка когда вы будете анимировать это эти рамки будут накладываться будут формировать кучу пересечений это ужасно неудобно поэтому именно поэтому вам нужно выбирать другой режим нужно выбирать режим composition retain layer size говорим хорошо открываем поменяем настройки композиции естественно потому что нам не подходит какая-то непонятная композиция вот теперь уже больше похоже на правду и выбираем все свои слои говорим create shape from vector layer вот у нас каждый отдельный шейп да и он прекрасно отлично конвертнулся должна предупредить что иногда автор конвертирует не совсем корректно скажем так иногда появляются какие-то дополнительные группы в шейповых слоях и их тогда нужно убирать честно скажу я не знаю с чем это связано я искала скрипты для того чтобы быстро и удобно скажем так все дело удалять но как-то ничего не нашлось если вдруг вам попадется на глаза этот скрипт какой-нибудь который помогает убирать всякие пустые подгруппы в шейпах после конвертации то обязательно скиньте его мне я к сожалению решение не нашла поэтому приходится чистить руками это все но сейчас у нас все отлично конвертнулась каждый шейп лежит отдельно и как раз рамка слоя у нас по форме этого шейпа это замечательно поэтому так выглядит четвертый у нас с вами способ получения шейпов конвертируем их из аишных файлов и давайте теперь посмотрим вкладку это дополнительные эффекты у шейпов после чего приступим с вами к анимации вот этого логотипчика давайте посмотрим а что же у нас в вкладке это вкладка это у нас появляется когда мы разворачиваем с вами шейп шейп точнее слой с шейпом и вот здесь появляется вкладка это если мы клацаем на этот значок на эту иконку play то у нас здесь видите достаточно много параметров некоторые из них я использую супер часто прям маст хэв скажем так некоторые из них очень редко некоторые практически никогда но тем не менее вкладка это добавляет новые возможности для анимации шейпов поэтому давайте по каждому пункту пробежимся и 1 у нас это групп давайте докинем группу если у меня есть допустим несколько шейпов в одном слое то очень удобно сейчас не получилось несколько в одном слое то очень удобно их группировать с помощью создания непосредственно группы вот у меня три шейпа я могу закинуть их в группу и уже допустим целую группу могу настраивать могу настраивать анимацию сразу нескольких объектов то есть у нас для группы появляется дополнительная вкладка transform и она дублирует все предыдущие в трансформы которые мы с вами уже посмотрели просто для целой группы если вам нужно несколько слоев скажем так сразу переместить чтобы не ставить гору ключей то возможно лучше запихнуть это все дело в одну группу и поставить только один ключ поэтому группы до группы удобная история дальше в клава вкладке это у нас идут формы ректангл эллипс полистар пас все это мы посмотрели когда рисовали с вами формы с помощью этого инструмента да и с помощью пентула поэтому нет смысла дублировать это все пропускаем фил и строк мы тоже с вами глянули давайте чуть подробнее остановимся на градиент фил и на градиент строк я дакину градиент фил вот у меня появился единственное что давайте удалим с вами обычный фил чтобы у нас не было каши и путаницы следите пожалуйста за тем что у вас тут добавляется чтобы вы потом сами ну скажем так не обиделись на себя за то что нагромоздили кучу всего и теперь сложно в этом разобраться и так градиент фил раскрыли есть здесь примерно все то же самое что и у обычного скажем так фила единственное что у нас добавляется естественно edit gradient вот открывается окно здесь мы можем с вами редактировать цвет 1 редактировать цвет 2 редактировать смешение как у нас все это будет происходить кроме того верхние маркеры отвечают на за прозрачность могу сделать полупрозрачным давайте вернем как было могу добавлять новые цвета кликаю снизу добавляю новые цвета вот как-то их там редактирую сейчас я не выставляю какой-то красивый градиент пожалуйста не повторяйте за мной этот ужас просто технический аспект плюс могу добавлять отдельно какую-то прозрачность непрозрачность посреди градиента или как мне это все дело нравится если вы работали с градиентом в скажем так фотошопе или в иллюстраторе то здесь опять же таки все очень похожее это адобовский пакет естественно он как бы имеет сходство вот так что так мы устраиваем с вами градиент можно в принципе прозрачность непрозрачность сделать у нашего у нашей заливки с градиентами и можем с вами естественно редактировать направление градиента за это у нас отвечает старт point и end point вот и минус отображается можем с вами это дело как-то настраивать сейчас у нас линейный градиент мы всегда можем переключиться на радиальный градиент вот у нас радиальный градиент я могу это все дело настраивать честно говоря у автора иногда что-то происходит и эти маркеры бывает исчезают просто проверяйте чтобы вас была включена вот эта кнопочка и и что вы находитесь в режиме сэлэкшн пул тогда эти маркеры как правило появляются но опять же не всегда иногда что-то сбоит поэтому если вдруг вам нужно отредактировать градиент то вы всегда можете сделать это с помощью старт point и end point вот они ну и здесь я такой же режим поверх или за скажем так с обводкой вашего шейпа выбираете перед или наоборот за за есть это что касается градиент фил давайте его удалим и добавим еще градиент строк здесь те же самые настройки все то же самое поэтому я думаю не буду я слишком детально на этом всем скажем так останавливаться единственное что у строка есть еще такой параметр как скажем так скругление вот этих углов сейчас вот line join мы с вами выбираем скруглять или наоборот делать острые углы или делать такой скос то есть здесь опять же таки параллель с иллюстратором в иллюстраторе все это дело тоже есть пола помните когда мы смотрели опять таки строк здесь все то же самое и этот параметр есть не только у градиент строк дал он есть и у обычного строка однотонного поэтому если вам нужно редактировать это все дело знаете где это лежит то же самое с пунктирной линией полностью идентичные настройки поэтому давайте дальше создам новый слой новый шейп и посмотрим что у нас дальше и так этот блок мы с вами посмотрели что касается заливок и обводки а теперь у нас с вами новый блок таких дополнительных эффектов для шейпов марч пас давайте покажу марч пас чтобы его показать мне нужно несколько шейпов вот они давайте сидела уменьшу и выбираю марч пас есть марч пас нужно ложить по иерархии здесь очень важно в этом плане у нас должна быть такая иерархия сначала шейпы которые мы хотим с вами либо объединить либо вырезать либо еще провести какие-то манипуляции после чего марч пас и только потом у нас идет строк и фил если они есть если ложить как-то иначе допустим перед варч пасом то у нас с вами ничего не будет ничего не будет отображаться поэтому здесь иерархия важна следите за этим моментом разворачиваем марч пасы здесь всего одна настройка он идентичный а скажем так по спайндеру в иллюстраторе мы здесь мы можем объединять объекты вырезать объекты один из другого выбирать пересечения либо выбирать все кроме пересечения то есть вам нужно быстро как-то сделать сложную форму объединить какие-то шейпы то вы можете это делать прямо здесь в авторе а не лезть в иллюстратор и вспоминать как там работает пас finder вот поэтому мерч пас такая полезная штука и при этом настроек очень-очень мало но помните про иерархию следующий параметр у нас а в сайт пас чтобы его показать нужно немного подготовить скажем так сцену вот допустим ситуация вам нужно сделать скажем так увеличение вашего объекта чтобы у вас были одинаковые расстояния в любой точке да если вы делаете это с кейлом вот я делаю это с кейлом у меня получается здесь одно расстояние здесь второе расстояние здесь вообще третье и получается такое неравномерное скажем так увеличение масштабирование предмета относительно не вашего оригинала а это бывает достаточно часто нужно сделать так вот скил вам не поможет вам поможет естественно offset давайте я дублирую для наглядности вот я выбираю здесь offset пас есть раскрываю и увеличиваю допустим вот на такие значения и вижу что у меня идеально масштабируется моя сложная форма то есть у меня относительно оригинала идеальное расстояние одинаковое то есть что здесь она там скажем так энное количество единиц что здесь что здесь все просто прекрасно и ваша графика выглядит гораздо более аккуратно и не нужно ничего здесь подставлять менять как-то вертекс и менять шейп все это уходит на задний план благодаря инструменту offset пас я им пользуюсь достаточно часто поэтому скажем так акцентирую на этом внимание можно с вами сделать скругление можем сделать такую обрезку скажем так углов можем оставить как есть в оригинале то есть всего буквально парочка параметров а такой важный и классный эффект следующий эффект я не буду произносить и потому что слишком все как-то сложно давайте просто его выберем и здесь похожая история как если помните в начале я показывала искажение у полигонту или у старту но уже для любой формы мы с вами можем добавлять такие вот интересные манипуляции но опять же он слишком сложный он вроде выглядит интересно и красиво но гармонично его вписать в какую-то графику я не знаю кроме как в какой-то калейдоскоп в какой-то не знаю экзотичный орнамент у меня честно говоря иди по применению к этому эффекту совершенно никаких нет здесь всего одна настройка то есть куда будут вгенаться эти скажем так лучи будет изменяться форма вовнутрь или вовне но честно говоря не знаю вот им практически никогда не пользуюсь пользовалась только когда изучала эту вкладку крутила следующий параметр репитер а вот репитером уже поинтереснее давайте покажу на на такой полосочки обязательно рисую из центра это важно сейчас примерно есть и выбираю репитер вот же он репитер у нас с вами как понятно наверно из названия просто повторяет оригинальный шейф делает копии можем выбрать три копии можем выбрать сколько угодно копий оффсет у нас идет такое смещение по этим копиям здесь опять же таки режим перед или за сейчас нас разницы не будет нам нужно делать смещение а смещение у нас делается с помощью позишина влево вправо можно делать такие лесенки штуки можем скелли с вами скелем скажем так в определенной прогрессии до каждый последующий у нас все меньше и меньше можем с вами проворачивать то все дело можем это все дело дополнительно анимировать у нас начало репитера становится прозрачным можем делать наоборот это у нас end opacity вот и таким образом у нас наоборот вся графика уходит в такую темноту и прозрачность это что касается репитера но я хотела показать немного другой момент давайте сейчас вернем все как было да позишин я ставлю на ноль а вот rotation добавляю какой-нибудь там условно угол допустим 50 чтобы было ровно вот и у нас получается такая интересная звездочка если вам нужно сделать какие-то шейповые скажем так лучики анимированные то вот с помощью репитера можно на раз два это все делать единственное что я уже сказала в начале важно рисовать от центра композиции тогда у вас получится вот это вот этот заворот репитера имейте это в виду и здесь я хочу немного перескочить через round corners мы к нему вернемся и показать сразу же trim pass чтобы завершить эту историю с лучиками я докидываю trim pass trim pass это прорисовка скажем так нашего струка как у нас будет он анимироваться и с помощью этого эффекта честно говоря мой любимый я им очень часто пользуюсь мы можем с вами делать вот такие анимации можем делать прорисовку с конца да потом анимировать наоборот начало и делать такую анимацию сейчас выглядит она ужасно потому что у меня не настроены графики анимации да у меня линейная линейная интерполяция все это конечно выглядит очень грустно но основной посыл посыл у нас такой вот достаточно быстро если вам нужно сделать какие-то линии да какие-то вспышки прорисовку там не знаю буквы линии которые соединяют вашу инфографику просто какие-то направляющие стрелки все это можно сделать с помощью тримпаса поэтому тримпас могучая вообще история я его очень люблю и тоже советую вам на него обратить особое внимание и скажем так хорошенечко в нем разобраться кроме того помимо параметров start и end у нас есть еще параметры offset можем его тоже анимировать и здесь я обещала показать еще момент связанные с строком помимо углов до скругления или наоборот заострение углов мы можем с вами делать также скругление или такую обрезку у краев обводки возвращаемся в строк и здесь выбираем закругленную такую крышку и у нас получаются такие аккуратненькие закругленные лучики давайте выберу рабочую область да вот теперь выглядит гораздо приятнее гораздо скажем так аккуратнее вот потратив буквально не знаю 2-3 минуты я сделала уже такую достаточно простую но при этом классную анимацию лучиков она отлично подходит для того чтобы усилить какие-то основные движения и в 2000 каком-нибудь двенадцатом наверное это было просто хит это было невероятно модно и везде были эти лучики сейчас надо с ними конечно поаккуратнее знать куда их добавлять но тем не менее вы знаете как легко и просто сделать лучики не анимируя каждый каждый отдельный отдельно кроме того я могу всегда докинуть больше копий да в репитере давайте побольше докиним копий и будет у меня уже вот такая анимация а я потратила всего пару секунд времени следующий эффект который мы с вами пропустили но должны обязательно посмотреть это round corners здесь все очень просто одна настройка это скругление скругление краев шейпа поэтому здесь особо смысла долго останавливаться нет давайте посмотрим на твист твист у нас такое скажем так искажение формы мне лично похоже это на какой-то сюрикен мы можем с вами редактировать угол в какую сторону и как сильно у нас будет это скручивание и кроме того мы можем с вами добавлять а точнее редактировать скажем так центр относительно которого будет происходить это самое скручивание все это дело можно анимировать но опять же играйте с этим аккуратно потому что формы получаются опять же достаточно сложные и не всегда удачно получается их скажем так вписать в анимацию я знаю что ребятам которые впервые впервые открывают вообще авторы и открывают эти параметры очень нравится твист они любят играться с этими завихрениями но пожалуйста я вас предостерегаю будьте аккуратными не всегда это выглядит профессионально не всегда это выглядит скажем так здорово в качестве упражнения для себя да окей но для каких-то более серьезных работ я бы не советовала слишком сильно увлекаться этим твистом но опять же если у вас стоит какая-нибудь задача сделать не знаю гипноштуку почему нет в три клика все очень-очень просто и можно накладывать не обязательно на какой-то объект можно накладывать и на просто линию поэтому давайте кстати попробуем поэтому почему нет да отлично работает только здесь заливка не очень хорошо выглядит а в остальном вообще класс и можно все дело дело закрутить так я примерно поставила центр ну вот такая интересная получается история но опять же я предупреждаю играйте с этим поосторожнее поаккуратнее бегл пас мы близимся уже к концу нашей теоретической части да бегл пас у нас делает такую скажем так программную анимацию непосредственно формы мы можем с вами настраивать давайте развернем бегл пас размер вот более экстремально делать добавлять детали можем с вами менять на сглаженные скажем так искажение формы вот такая уже какая-то интересная живность у нас получается можем делать более резкую анимацию добавлять количество вот таких изменений в секунду будет такая экстремальная штука давайте сделаем поменьше коррелейшн у нас с вами видоизменяет форму я честно пока не очень поняла по каким алгоритмам но как-то можно это все дело поменять следующий параметр у нас условно такая промотка то есть выбираем стартовый момент который нам нравится допустим отсюда я хочу и в этом смысле я опять же не совсем понимаю что делает следующая следующий скажем так параметр потому что на мой взгляд он идентичный предыдущему но честно говоря не хватает вот этого temporal phase и на этом все и random seed у нас с вами просто выбираем вариант рандомной генерации какой нам нравится вот автор нам нагенерировал и мы с вами отсюда стартуем нашу анимацию то есть такая рандомная скажем так анимация которая практически не требует никакого вмешательства с вашей стороны если вам нужно сделать какой-то такой абстрактный дребезжащий фон то можно воспользоваться вигл пасс вигл трансформ вигл трансформ я им пользуюсь так приличное количество раз скажем так чтобы у нас начал работать наш вигл трансформ нам нужно выбрать какую собственно говоря трансформацию мы хотим сделать рандомной я хочу сделать трансформацию позиции по иксу вот я немножко подвинула и таким образом показала что в каком скажем так параметре мы добавляем вот этот рандом вот вигл у нас накладывается на позишн кроме того могу сделать и скейл и уже у нас будет и скейл и позишн рандомный могу сделать допустим поворот тоже очень удобная история здесь примерно похожие параметры на вигл пасс то есть количество вот этих скажем так дребезжаний супер быстро супер много опять же непонятный мне correlation но пусть будет temporal phase мы опять же таки проматываем скажем так с какого момента мы хотим стартануть нашу анимацию и random seed это собственно говоря генерация рандомных вариантов от автора какой нам больше нравится мы такой с вами и выбираем я пользуюсь этим скажем так эффектом достаточно часто из последнего это был фон на фоне фон для ролика и на фоне были разного рода геометрические фигуры я просто все их в один слой запихнула они были шейповые и назначила им вигл трансформ по по позиции да и они у меня получились просто в три клика живые в три клика у меня получился анимированный фон и я потратила на это не знаю пол секунды времени поэтому вигл трансформ тоже полезная полезная история ну и последний параметр у нас зигзаг давайте раскроем зигзаг здесь у нас уже нет никакой скажем так дополнительной анимации самостоятельной да здесь можем настроить уже ручками можем поменять с вами размер зигзагов можем поменять количество этих скажем так лучей можем сделать их сглаженными чуть меньше и на этом в общем все параметры у зигзага и закончились зигзагом пользуюсь реже мне в этом смысле больше нравится бигл паст он там сразу и живой и практически все то же самое и не такой компьютерный да не такой идеально скажем так выберенный но опять же если у вас есть какие-то там там частички на фоне и они такие как макаронинки там что-то пролетают то можно их быстро и просто нагенерировать с помощью этого самого зигзага что касается вкладки на этом все мы посмотрели с вами все параметры у шейпов я сакцентировала основные моменты которыми я пользуюсь чаще да какими пользуюсь реже что для чего нужно поэтому сейчас мы с вами будем переходить ко второй части нашей лекции где я буду показывать как уже непосредственно анимирую логотип который предварительно выбрала все было а как